Педагог, как много в этом слове. Оно охватывает не только образовательную составляющую. Учитель-наставник, учитель-воспитатель, учитель-родитель. Независимо от времени, все эти категории остаются обязательными в жизни тех, кто однажды переступил порог школ и гимназий, дав обещание быть верным своей профессии. И несмотря на годы, педагоги остаются в строю. Они – верные помощники своих коллег. Они – талантливые наставники для молодых специалистов. Они – вечные хранители теплоты детских сердец, подаренных им навеки. С нашей профессии начинается любая другая профессия. С нашей профессии формируется человек. И каким войдет он в эту жизнь, со своей позиции, очень многое зависит от нас. Поэтому мы, ветераны педагогического труда, всегда помним о том, что наша помощь, она тоже нужна современному учителю. За много лет ветераны-педагоги приняли участие в большом количестве городских и областных мероприятий. Не раз сами становились их непосредственными организаторами. Об этом напоминают многочисленные снимки, к которым в комитете относятся с особым трепетом. А ведь когда-то, в 2005 году, все начиналось с 15 педагогов. Сегодня это большая творческая инициативная армия, которую в каждом трудовом образовательном коллективе любят и ждут. Связь поколений я называю. Это связь поколений. Почему? Потому что дети очень много вопросов задают ветеранам Великой Отечественной войны. А как? А что? И, наверное, оставляют они в своей душе все это. И дай Бог, чтобы это было на самом деле. Самое главное, чем мы занимаемся, это помощь ветеранам. Помощь, поддержка материальная, а больше всего моральная. Потому что ветеранам нужно доброе слово, ласковый взгляд. Иногда нужно пригласить куда-то. В праздничный день в адрес юбиляров звучали слова признательности и благодарности. За все время существования они доказали. Без преемственности поколений не может быть полноценного развития, которое сегодня наблюдается в системе образования. Многое еще впереди. А это значит, что инициативных педагогов-ветеранов ждут новые горизонты и новые интересные проекты.